Я рад приветствовать всех телезрителей и радиослушателей. С вами Бутылкус, личный позывной радио 3 Павел Леонид Николай. Пришла сразу горстка посылочек. Одна из них не моя, и вот о ней как раз пойдет речь. Но сначала расскажу вот такую вещь. Одновременно два анонса. Пришли мне колечки. Колечки 6810, кажется. Ну-ка. 68-2, Т-68-2. Вот такие вот колечки, медоновские. Они используются в АТУ-100. Это автоматический антенный тюнер. АТУ, собственно. Автоматический антенный тюнер. 100-ваттный. Конструкция N7DDC. Вот пять штучек пришло. Буду менять, потому что китайские выгорели. Ну, то есть они не выгорели, конечно. Я так понимаю, у одного кольца сердечник насытился. И необходимо перепаивать, переделывать. И тот сердечник на выброс, конечно. Вот новые. И буду использовать более толстый, наверное, провод. Ну, там примерно прикину. Сделаю. Это первый анонс. Будем разбирать, чинить, менять. Сам тюнер в работе постоянно. Он вот прям под камерой стоит. Вам его не видно. Но вы видели, что он у меня в работе. Периодически. Периодически он в кадр попадает. Второе. Есть у меня замечательный галетник. Уже намотанный. Уже запаянный. Как положено. 35 витков. Ну, вот нашел я такие моточные данные. На тюбике вот. Вот даже. Даже видно моточные данные, да. Собственно, все у вас перед глазами. 31-35 витков. Вот. То есть, вот эта штука теоретически сроковочную антенну согласовывает на все диапазоны. Вот. То есть, ну, сроковочная антенна это такой, грубо говоря, эталон. Эталон. Вот. Ну, и, соответственно, два, конечно же, переменника. Два переменных кондерчика. КПЕшки у меня есть. Поэтому тут вопросов тоже, я думаю, что не будет. Мы с вами, друзья мои. Вот. Сейчас. Слышите. Это вот корпус от печки. Ну, в смысле, от печки. От ПК. Корпус от ПК. Будем его переделывать. Будем делать в нем антенны-тюнер. Раз. МОТОРОЛА. Ну, конечно, верить производителю себе дороже. Потому что это Китай. Отключаем от трансивера антенну. Сейчас мы ее выкрутим. От трансивировки. Откручиваем антенну. Достаем. Блок питания с переходником на евро. Потому что у него американский стандарт. Сразу переходник на блок питания. Это 12 вольт. СССР. Зарядное устройство. Ну, и как вы понимаете, это же все не просто так. Зачем гарнитура и зарядник, если их некуда подключать? Ну, конечно, есть куда подключать. Мой персональный тренер, скажем так. Мой персональный тренер и радиолюбитель. Значит, заказал, захотел заиметь QRP аппаратик. Приглянулся ему вот такой вот High Frequency QRP SDR трансивер. На Ардуине или на Пике, не знаю, разбирать не буду. Нет смысла. На Ютубе полно обзоров на это дело. Но вот такой вот трансиверочек. Он со встроенным аккумулятором. Его вес около, да не около, побольше, наверное, чем полкилограмма даже. Вот. Он очень добротный, полностью алюминиевый корпус. Много разъемов к нему подключается. И вот отдельное гнездо для зарядки. Разумеется, СО-239. Бегунок переключает внешнее питание. Вот это вот 13,8. И, соответственно, питание от аккумулятора. Ну, вот попробуем сейчас. Это дело в действии, так сказать. Попробуем провести какие-то связи на QRP. На супер малую мощность. Включаю я тюнер. Пригодится. Просто на всякий случай. Вот. Всё. Он работает. 0,27 кг. Почему-то у меня тут запущено. А, ну тут немножко я под пятнашку. Антенны обледенели. Антенны обледенели. Так. И подключаем тангенту. Включаем. Как он включается у нас? А, включается он вот бегуночком. Переключаем в режим батарейки. Вот он включился. Меню. Не так вот так. Раз. Бенд. Включаем двадцатку. 14.074. Давайте для начала послушаем телеграф. Даже не так. Да, сейчас. USB. Телеграф. Вот по полкилогерца будем гулять. Единственное, что в меню... Очень, очень интересное у него меню. Вот, заработал. Сейчас добавим громкости. На низкой громкости почему-то он так странно работает. Контесты пошли. Сейчас идут контесты. Понятное дело, целая куча. Вот и декодер работает. Пойдем еще поищем. Очень классно то, что у него очень здорово меняется... Сейчас покажу. Фильтр. 1800. 500. 200. А теперь внимание. 100. 50. Представляете, 50 Гц фильтр. Вот он, кайф от SDR приемников. Сейчас переключимся. Пойдем искать. Американцы. Нет, не американцы. Это... Англичане. Нет, это немец. DM1B тест. Вот, кстати, видите, отличный декодер работает. Класс. Вот он выдает. Тест на вол. Морской тест. DM1BM. DM1BM. Тест. Ага, класс. Пойдем еще послушаем. Вот на 20-ке вот так звучит. Это все очень даже неплохо. Мне нравится. Действительно, это классно. Вот для телеграфа это шикарная вещь. По-моему, это копия OCX. Только OCX не однодиапазонный, а многодиапазонный. Класс. Вообще шума нет. Вы слышите шума? А его нет. Блок питания шумит громче. Ну, конечно, пойдем сейчас. USB включен. Что? Я не успеваю запомнил позывной записать. Что за хрень? Ну-ка. Yes, sir. Thank you very much. Ocean Germany 1x ray Mike Alpha launching. Ocean Germany 1x ray Mike Alpha launching. QRZ 20. Ix Mars. Romeo 3. Papa Lima. November. Uniform radio 1. Uniform radio 1 Charlie Alpha Quebec. 5-9. Спасибо Ромео 3, Папа, Лима, Новэмба, Слэш, Кюрп Аккуратно Ромео 3, Папа, Лима, Новэмба, Слэш, Кюрп Я думаю, на самом деле, что это отвратительного качества Тангента Потому что я не вижу себя Зато мы можем сделать вот так Это очень классная штука Вот это отверстие Это микрофон Ромео 3, Папа, Лима, Новэмба, Слэш, Кюрп Ромео 3, Папа, Лима, Новэмба Ромео 3, Папа, Лима, Новэмба, Слэш, Кюрп Рот, 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 Радио 3, Папа, Лима, Новэмба, Слэш, Кюрп, 5,9 Спасибо, вы тоже 59, Merry Christmas, 73 73, спасибо Только что, господа Была проведена радиосвязь с Финляндией На расстоянии, получается, где-то около 1000, наверное, километров от меня Ну, до Питера где-то 900 Получается, до Финки где-то 1000 На мощность 5 ватт Причем через вот этот микрофон Я поражен, на самом деле, как работает этот транссиверочек Но это обалденно Вы себе представляете? То есть, вот так вот Класс И причем я даже, ну, не сказать, что это был пайлап какой-то у него Ну, вот с такой станцией сработал довольно легко Он меня услышал, он мне ответил очень легко Ну, так что, знаете, давайте попробуем еще Продолжим, мне понравилось Ну, вот это, конечно, знаете, вот Я сказал Николаю, что что-то мне вот оно не очень-то впечатляет Вот эта мыльница Он говорит, ну, ничего, а что, положу, пусть будет Это в качестве извинений продавец положил тангенту Потому что заказывали-то черный, конечно же, классика Заказывали черный Он говорит, ребят, простите, нет черных корпусов Можно мы вам синий пришлем? Я говорю, да, конечно, присылайте Хоть какой Цвет не важен Но вот из-за того, что не было черного корпуса Пришлось очень довольно долго ждать Продается неделя-две Только отправлял его Или собирал, я не знаю Вот как Потому что это практически полукустарное производство На самом деле Вот Но сделано очень добротно Вот Поэтому мне нравится И работает Работает Великолепно работает Давайте послушаем Другие какие-то станции Я вот слышу еще Вот Мы на эту частоту подошли Да 212, по-моему И вот кто-то еще на 220 там работает Ну, может, убежал Ну, может, убежал Где-то у 220 Плюс 10 Плюс 10 Ух ты Ух ты, это этот Австрия работает 4 United 1 America Это наши ребята работают Сейчас свяжемся с ними Я с ними давно не связывался Валентин, по-моему 4 United 1 Америка 4 United 1 Америка 4 United 1 Америка Это штаб-квартира Это штаб-квартира ООН Если что Ну, не штаб-квартира, конечно А кто он там Спец Спецпозывной ООН Вена Вена В Вене находится То есть, получается Первый фильтр Установлен на Вот Где-то между 4 и 5 МГц Это первый фильтр То есть На 160 И на 80 У него один фильтр Вот он На диапазон 60 метров У него есть отдельный фильтр Смотрите То есть Перещёлкивает На 4 МГц На 5 и на 6 На 60 метров То есть Где-то там 5 МГц Там 5-100, по-моему Вот У него есть фильтр Диапазонный Где-то на 8-9, да? Да Между 8 и 9 И на 40 Фильтр На 20 На Семнашку Я так подозреваю Что и на пятнашку Нет На пятнашку Свой фильтр Вангую Что и на 25 МГц Будет тоже Свой фильтр Нет Вот на Сибишку И на Эти Есть Да На десятку То есть Вот эти вот Диапазоны 17 15 12 Получается Один фильтр И вот на Двадцатку Ой На десятку Еще один Ну-ка Послушаем Кто у нас Тут есть Нет Никого Никого В телеграфии И FT8 То не звучит Вообще Закрыто Десятка Полностью Во всяком Случа У меня Диапазон Закрыт Я хочу Посмотреть У меня Вот есть Показометр У меня Есть Показометр Он Конечно Довольно Хреноватый Он Не очень Точно Показывает Мощность Но тем не менее Оценить Приблизительно Можно Ну-ка Давайте Попробуем Алло Алло КСВ Полтора Четыре Шесть Ватта Четыре Селых Шесть Десят Ватта Очень Неплохо Но с итальянцев Не дать Не взять Они там В каше Работают Непонятно Вообще Что Как Кто Чего Впечатление От аппарата Исключительно Положительные Очень Классно Работает Проведено Несколько Киесо Два Вот И Соответственно Ну Тут Ноу Коменс Ноу Коменс Друзья Мои Аппарат Великолепный Питается Еще раз Напомню Можно Подключить Внешний Аккумулятор Можно Что угодно Вообще С ним Сотворить Да Можно Питать От батарейки Заряжается Он конечно же Встроенный Аккумулятор Все есть Экранчик Декодер То есть Ну Все что Нужно Ну и Конечно Целая куча Разъемов Интересно То что Он умеет И с цифрой Работать У него Кат интерфейс Есть По документации Вот Юарт Прям Прям Юарт Представляете То есть К нему Можно подключить Насколько я Понял Насколько я Понял К нему Можно подключать И сразу Прошиваться Нужен просто Юсб Юарт Преобразователь Он кстати У меня тоже Где то есть Кажется Вот Только вот Штокерочек Правильно Подключить И все Его можно Прошивать Обновлять Прошивки Потому что Внутри Микроконтроллер Находится Его можно Подключать К усилителю И использовать Как полноценный Домашний Транссивер То есть Я так понимаю У него есть Вот выход ПА Да Вот Пауэр Амплифайр Я так понимаю Что это выход На Управление Усилителем И все Великолепно Великолепно Это очень классный Аппарат Вы знаете Ну и конечно же Ключик Ну вот Не имею возможности Подключить Поэтому Поэтому Используем То что есть Класс Класс Очень хорошее Приобретение Я Николая С этим Ну можно сказать Поздравляю Это здорово Это очень Очень круто И вот Почему он Очень хорош Для телеграфа Во первых Так же Настраивается Тон Самоконтроля Как вы хотите Декодер Можно включить Выключить Ну декодер Это ладно Тон Настраивается Практически Дуплекс Настраивается Видите Да Вот если Написано Кирфит Это значит Что вообще То он еще Автоматический Вот Оп И у него Есть переключение Straight Ямбик А Ямбик Б У него Встроенный Ямбический Ключ То есть Достаточно На самом деле Вот мне Вот отсюда Ну я не буду Выдергивать Вот у своего Ключика Провод Потому что Он у меня У меня все Жестко запаяно Вот Но тем не менее Вот он умеет Вот так делать Вот Можно Можно Сразу же На ходу Не передергивая Провода И не трогая Там Весла Переключить Я имею ввиду Эти Есть еще и практика Режим Практики Я так понимаю Он отключает Передачу И позволяет И одновременно С этим работает Декодер Того что вы набрали Вот Громкость Тона Встроенный Голосовая Активация Ну вот Но из гейт Все есть Короче Представляете Ну и драйв ТХ Я не знаю Что это такое Это надо разбираться Секью интервал Это вот Я не знаю Минуты Секунды Аппарат Очень Очень Интересный Реально Очень Интересный И Ну Сто процентно Можно рекомендовать Его реально К покупке Если хотите Знаете Как я попробую Оставить ссылочку В описании Вот И если хотите Можете попытаться Его себе приобрести Если у продавца Они будут в наличии Ну вот Будьте готовы К тому Что внезапно Этот аппарат Стал очень Очень популярен Вот знаете Есть радиолюбители Такие В кавычках На самом деле Ну это странно Потому что Смотрел я Эти самые позывные Связи Практически Не подтверждаю То есть Фактически Эти связи Они не проводят Вот Не Ну проводят Что то конечно Так показушно А по факту В общем то От радиолюбительства Там Ну не знаю Вот Очень любят Рекламировать Всякий Бред За бешеные Деньги Какие нибудь Там знаете Вот эти Sega G90 Вот это лучше У него конечно Нет цветного Экранчика Дурацкого Там нет Встроенного Тюнера Ну а нахрена Это надо Все равно Ты в поле Будешь скорее всего Работать на диапазонной Антенну Это QRP На QRP Ты всегда работаешь На диапазонной Антенну А иначе Какой смысл Из 5 ватт Там 4 ватта Выдувать Саму антенну Просто антенну Греть Зачем Вот Поэтому В большинстве случаев Ты работаешь На резонансную Антенну Все А ну То что нет панорамы Да как бы Наплевать на нее Зачем она нужна В поле Да и в телеграфе В общем то тоже Быстренько прокрутился Туда прокрутился Назад Не понимаю Вообще никаких неудобств Это конечно хорошо Что есть панорама У кого то Да У того же Г90 Ну вот Но Я очень сомневаюсь Что там вот За эти 20 Или сколько у него Там ватт на выходе И тюнер Имеет смысл В 3 раза переплачивать Чем вот за это устройство При том что приемники Явно у них одинаковые Ну абсолютно точно Ну что здесь может быть Ну вот Сами понимаете Здесь Ардуино с синтезатором Который я слышу На обзорную антенну Вот там вот Она прям вот Вот там за окном висит Вот И на обзорную антенну Я слышал Видел Точнее несущую От генератора частоты А это значит Что у него полноценный приемник Гетеродин Я так понимаю И опорная частота У него Ну не опорная А частота генератора У него вот Выставляется Прям какая есть Скорее всего Там стоит Сишна Сишка Я имею ввиду Синтезатор частоты ДДДС По моему он называется Вот Прямая цифровой синтез А ну да Дайрект Си Как там Дайрект диджитал синтез Вот Прямой цифровой синтез частоты И Эта частота Как-то один раз Наверное Преобразовывается Куда-то в низкую частоту И Все Обрабатывается Сразу фильтрами Вот СДР И все Ну классно Классно Аппарат работает Аппарат Действительно классный Вот Маленький Легкий Очень удобный То есть он Чуть больше Ну не знаю С чем сравнить Ну вот Пожалуйста Размером С пассатижем Понимаете С круглогубцей С утконосой Как их назвать Вот Размером Он вот С пассатижем С кусачками С любой ручной инструмент То есть и весом Полкилограмма Ну это круто Это круто Вот вам еще Для примера О А вот рулетка Рулетка Вот я вам сейчас скажу 13,5 Грубо говоря Ну с разъемом 15 Да Да С разъемом 15 На 7,5 На Ну на те же самые 5 Как вам Такой размер А То есть Коробушка А ну с валкодером Будет 10 Да нет Не 10 С валкодером 8 Нет не 8 7 Вот с шайбой Валкодера выступающий Вверх 7 сантиметров 7 на 15 На 7,5 На 7,5 Короче 7,5 7,5 15 Вот так Вот Вот вам габариты Этого аппаратика То есть его реально Засунуть В Ну я не знаю Переносить Там знаете Хранить В чем Это вот коробки Чая Там есть Вот такие Подарочные Знаете Вот Во Во Но вот у меня Вот такая Есть коробка Чая Да От чая Там винтики У меня всякие А есть Подарочные Они вот Такие Квадратные Вот его можно В такой коробке Хранить Паралоном Обклеить Эту коробочку И все Вот Ну прямоугольная коробка Или там коробка От конфет Каких нибудь Или от Ну вообще Ну то есть Класс Чехолом сделать Какой-то Это не проблема Вообще Хороший Хороший аппаратик Действительно Очень приятный Ну не докопаешься Реально Вот Не знаю К чему придраться К тому что довольно тупо Работает валкодер Чуть-чуть Чуть-чуть тупо Надо нажать Вот чтобы выбрать Разряд Переключения Шаг перестройки Выбрать Это вот Ну как-то не очень понятно С другой стороны То же самое Можно сделать через меню В общем аппарат Аппарат действительно На свои За свои деньги Работает великолепно Считаю что это Очень хорошее Приобретение И действительно Могу рекомендовать Такую вещь к покупке Очень Очень хороший Достойный аппарат На Полноразмерную Антенну Проведена связь Там Две связи По полторы тысячи Километров Вот Так что вот На этом На данный момент Все Вас ждут ролики Напоминаю О О Ремонте Замене Модернизации АТУ-100 Н7ДДЦ Тюнера автоматического И постройка И постройка Полностью Ручного О Переменник И полностью Постройка С нуля Вот со всеми Вот так сказать Нюансами Как болгарка Появится в руках Буду делать Будем строить Полноценный Полноценный Тюнер На 150 ватт Вот Хороший Качественный С галетничками Все как надо Вот Так что вот Господа Анонс вам Свежий контент Так сказать Не волнуйтесь Я не теряюсь Я не пропадаю Еще раз Ссылка в описании Если хотите купить То пожалуйста Покупайте И На этом Пожалуй все С вами был Бутылкус Он же Алексей Личный позывной Роман Третий Павел Леонид Николай Всем Огромное спасибо За просмотр Если есть какие-то Мнения Вопросы Пишите в комментарии С удовольствием Отвечу Почитаю Ну и Всего доброго Пока Продолжение следует